Всем привет! Вступил в свои права февраль 2022 года, и Земля стала полниться слухами о седьмом сезонном дополнении игры SnowRunner, которая получит название Competent Conquire, что переводится как «Конкурируй и завоевывай», и будет продаваться как отдельно, так и в составе сезонного пропуска второго года. Что известно на данный момент в формате слухов, а именно на начало февраля 2022 года. В середине февраля обещают выкатить патч 16.1, который будет исправлять некоторое количество багов, известных в данный момент в игре, и этот патч не будет иметь прямого отношения к новому сезонному дополнению. В нем, вероятно, в частности будут исправлены ошибки кроссплатформенного игрового процесса. Что касается Next Gen патча, для приставок нового поколения, то он находится в работе, но еще не готов, и обсуждать дату его выхода в данный момент преждевременно. Теперь непосредственно к седьмому сезону. Скорее всего, седьмой сезон будет доступен на тестовых серверах в третьей декаде февраля, а его выход в таком случае возможен через месяц или полтора, в зависимости от результатов тестирования. По слухам, седьмой сезон будет проходить в североамериканском штате Теннесси, и в этом сезоне игровой процесс, возможно, претерпит некоторые изменения. Скорее всего, упор будет сделан на прохождении каких-то состязаний или испытаний. Пока это точно неизвестно, но по мнению авторов, возможно, сообщество будет несколько удивлено. Говорить об этом наверняка не представляется возможным, так как это всего лишь слухи. Точно так же, как и неизвестно, сколько бесшовных карт будет входить в новый регион. Сам штат Теннесси расположен на юго-востоке США, сформирован в основном равнины, лежащие между двух очень древних в данный момент крайне невысоких возвышенностей, сужающихся к югу. Штат носит название реки Теннесси, которая протекает преимущественно по этому штату с востока на запад и впадает в реку Агари. Теннесси является штатом с наибольшим количеством пещер в США, в данный момент их зарегистрировано более 8000. Восточная часть штата расположена в горной местности, самая высокая точка – гора Клингменсдом высотой 2025 метров. Именно в этой части берет свой начал река Теннесси. Население штата – около 7 миллионов человек, но в нашем случае всего один водитель грузовика. Столица – Нэшфилл, крупнейшие города Мэмфис, Ноксфилл и Чатануга. Также на территории этого штата расположен город Париж, который многие хотят увидеть. Ну и достаточно на этом об антураже. Среди новых автомобилей седьмого сезона, по слухам, появятся два новых скаута. Скорее всего, это будут два британских внедорожника. Возможно, имеющие некоторые отношения к группе компании Land Rover. Но больших подробностей пока неизвестно. Как неизвестно, их стоимость в игре, набор аплетов и будут ли они лицензированы или будут выступать под вымышленными именами. Также во время седьмого сезона станет доступно новое платное дополнение, не входящее ни в пропуск второго года, ни в сам седьмой сезон, которое можно будет приобрести отдельно. По непроверенной информации, это дополнение будет называться Crocodile Pack. В него будет входить автомобиль Step 3364 Crocodile. Какие-то три, внимание, уникальных аддона для него. Модель автомобиля визуально напоминает советский грузовик ZIL-ZIS-150 или Ural-ZIS-355M, выпускавшийся в середине 20-го столетия. Скорее всего, на нем будет постоянный полный привод и постоянная блокировка дифференциала, но возможны варианты. Также, как подчеркивалось ранее, он будет иметь три уникальных аддона, а именно 500 ремонтных очков, 40 литров дополнительного бензина и 60 литров дополнительного бензина в багажнике наверху. На автомобиль, возможно, будет поставить высокое или низкое седло, а также шины TMHS-1. Больших подробностей по этому дополнению пока нет. Выяснить о том, нужно ли оно конкретно вам, скорее всего, будет возможно в рамках ПТС, которая, повторюсь, назначена на третью декаду февраля. И в рамках слухов, пока на этом все о седьмом сезонном дополнении Compute and Conquire для игры SnowRunner. Напоминаю вам, что вы можете подписаться и поставить лайк. Всего хорошего и не болейте в ожидании нового дополнения.